Эти города хранят множество тайн и интересных историй. Сегодня я поделюсь с вами самыми интересными историями и легендами о Пскове и Суздале. Присаживайтесь поудобнее. Суздаль. Исторические факты вы легко найдете в путеводителе. Однако помимо истории в Суздале можно познакомиться и с современным искусством. Последние несколько лет древность и старину разбавляет культурный центр мира. Две суздальские локации центра проводят перформансы и создают арт-объекты. А сельский театр в селе Фомиха устраивает необычные представления. Центр мира – это пространство для концертов, выставок, совместного творчества. Само здание – памятник архитектуры начала 19 века с тайными комнатами. Раньше здесь был погребок – один из первых советских ресторанов и русской кухни в Суздале. И до сих пор по старой памяти сюда заходят за борщом. Еще одно интересное место – это ГЭС на Нерли. Это новая летняя площадка для больших форум и экспериментов. Она открылась на месте Заполитской гидроэлектростанции, которую построили в 1953 году на реке в 30 километрах от Суздаля. Несколько лет ГЭС снабжала электричеством Суздальские и Владимирские районы, но уже в начале 60-х закрылась и стояла бесхозно, никому не нужной. Архитекторы вдохнули в это место новую жизнь. Что бы там ни происходило – балет или настоящий органный концерт – оно раскрывается по-новому на фоне захватывающих видов. Площадка насквозь продувается ветрами и уносит музыку в Нерли. Также стоит посетить и две с половиной комнаты. Это совсем небольшая резиденция с видом на Рождественский собор. А еще в Суздале вас ждет арт-резиденция в Кидекше. Это маленький дом с видом на старый белокаменный храм Бориса и Глеба. Там идеальные условия для уединения, рефлексии, вдохновения и творчества. Еще интересные факты о Суздале. Первое. Постоянно в Суздале живет меньше 10 тысяч человек. В праздники население Суздале на несколько дней увеличивается в 3-4 раза. Школ и светофоры в городе меньше, чем монастырей, а церквей вообще больше 40. В городе много улиц, названия которых не встречаются больше нигде. В Суздале можно прогуляться по Нитеке, Геруновой горе или по Наихе с Бомбурьяхой. Их названия отсылают в древние дохристианские времена, когда суздальцы молились еще языческим богам. Как минимум 300 лет Суздаль славится своими огурцами. До революции даже существовала присказка «Лук, хрен, огурец, вот и суздальский купец». С 1901 года каждый июль проводится День огурца. А в суздальских лавках можно купить огуречное варенье, огуречный лимонад и даже конфеты с огурчиком. На колокольне суздальского Кремля сохранились старинные часы 17 века. На них вместо привычных нам римских и арабских цифр использована буквенная цифир. До Петра I буквы русского алфавита с добавлением специального знака титла использовали для обозначения цифр. До революции в Суздале на Конной площади каждую осень проходила крупная Евросиневская ярмарка. После ее окончания на специальных торгах продавалось право на уборку площади. Настолько ценился суздальский навоз в 1812 году. Так, бежав из Москвы от наполеоновских войск, в Суздале оказался доктор Дмитрий Муренков, друг страждующего человечества, бесплатно лечивший впоследствии тысячи суздалян. Но больше всего он запомнился не этим, а собственным рецептом цукорного кофе. В военном лагере Спаса Ефимова монастыря во время Великой Отечественной войны несколько месяцев сидел немецкий фельдмаршин Паулюс. Для него специально оборудовали камеру в алтаре одного из храмов. В 1923-1939 годах монастырь превратился в политическую тюрьму, где в заточении оказались верующие атеисты, ученые с мировым именем, и простые крестьяне, коммунисты и их идейные противники. Теперь проговорим про Псков. Про исторические места вы узнаете и без нашей помощи, так что сразу перейдем к интересному. Итак, Псков – один из древнейших городов России. Как считают историки, первые поселения возникли на этом месте еще в V веке. До начала XVIII века Псков был одним из крупнейших городов России и Европы, важнейшим оборонительным торговым центром страны. И только после основания Санкт-Петербурга Псков утратил свое главенствующее положение на западном рубеже страны. В Пскове находится самый древний христианский храм, оставшийся со времен Киевской Руси. Великая княжна Ольга, приняв христианство, приказала построить Пскове Троицкий храм. Таким образом, первый христианский храм появился в 957 году, еще до того, как христианство стало в целом государственной религией. Издавна жители Псковой и Псковской области называли скобарями. Это считалось почетным званием. Мнения о происхождении этого слова разделяются. По одной из версий оно происходит от рода деятельности, когда-то здесь изготавливались металлические скобы. Возле Кремля есть древний Давмонтов город, который местные жители прозвали Псковскими помпеями. Это место действительно напоминает разрушенный итальянский город. А древних построек осталось совсем немного. В основном лишь каменные фундаменты и куски стен. Ежегодно в середине августа в Пскове проводится медовый фестиваль. Фестиваль собирает горожан, гостей города в Центральном парке. Здесь продают мед и другие продукты пчеловодства. Проводят различные развлекательные мероприятия, конкурсы, выступления разных артистов. И у нас для вас про этот город есть несколько мистических историй. Места, о которых пойдет речь, вы даже сможете посетить, когда приедете в этот удивительный город. Итак, Гремячая башня. С ней связаны несколько легенд, в том числе о привидениях. По одной из них в склепе в подвале башни спит прекрасная княжна, на которую наслано заклятие. В склепе рядом с гробом княжны хранятся бочки с золотом, которые истережет нечисть. Паганкин на палат. О купце Паганкине в главе таможни ходили страшные слухи. Говорили, что он построил дом, как крепость. И в своих подвалах пытал людей, пускал им кровь и пил ее. Однажды Паганкин так осерчал на свою молодую жену, что приковал ее к крупу молодой дикой лошади и отпустил в поле. Лошадь через сутки вернулась вся в крови, а женщину так никто и не видит. К тому же Паганкины палаты возведены на костях. В 10 метрах от них, еще до начала строительства, располагалась деревянная церковь похвалы Богородицы. Вокруг нее был разбит могильник, который к 17 веку уменьшился в размерах. В итоге землю из котлована, вырытого в этом месте, использовали зодчие, выровнявшие пол между подвалом и первым этажом во время строительства Паганкиных палат. Еще одно место это Чертов овраг. Это место в Плюсском районе, близ села Ляда, пользуется дурной славой. До революции в окрестностях оврага пропало несколько крестьян. В 1928 году здесь бесследно исчезла целая бригада из семерых лесорубов. В 1974 году в Чертовом овраге пропала компания грибников из Денинграда. Двое из них спустя неделю вышли из леса, но находились в невменяемом состоянии и ничего не могли толком сказать о том, куда подевалось пятеро их товарищей. В районе деревни Малахова расположен лес Цигельно, где люди нередко блуждают. Так в 1996 году пенсионерка, гостившая в деревне у матери, видела поломанные непонятные силы деревья, странную круговую вмятину на земле и какие-то нездешние камни. А вблизи развалин древнего городища в деревню Дубровно в военные годы заблудились двое мальчиков и собака. Пошли в лес собирать грибы, уснули на солнышке под дубом, а проснулись в совсем другом месте, в густом сосновом лесу, откуда выбрались лишь на вторые сутки. А вы бывали в этих городах? Поделитесь в комментариях, обязательно подпишитесь на канал, если еще не подписаны. И поставьте этому видео лайк. До скорого!